Одной звездой на небе стало больше. Сегодня ночью ушел из жизни легенда Нинецкого округа, патриот своей малой родины, автор книги «Живую и помню», советская, не устаревает, почетный гражданин Наринмара Тихон Сидейский. Его судьбе можно позавидовать, удачная карьера, дружба с известными людьми, космонавтами, политиками, писателями, многочисленные правительственные награды и целая коллекция именных памятных подарков. В 2015-м он отметил свой последний юбилей. Тогда, в честь 85-летия, в Центре народного и декоративно-прикладного творчества открылась его авторская выставка «Семейный портрет на фоне моей жизни». О том, как Тихон Иванович вспоминал лучшие моменты своей биографии, расскажет Любовь Пермякова. Тихона Сидейского по праву можно назвать легендой Ненецкого округа. Он пользовался заслуженным авторитетом не только среди своих земляков, но и увидных общественных деятелей страны, генералов, политиков и даже звезд советского космоса. К его слову прислушивались, и это доказывает случай жизни. Когда в советское время с космодрома Плесецк производили запуски ракет-носителей, нередко остатки конструкции падали на территорию Ненецкого округа. Такого хамства соседей истинный патриот своей земли, конечно, не мог стерпеть. На областном комитете партии Тихон Иванович выступил с жесткой критикой. «И сказал, шутяк, конечно, шутяк, а потом что-то, что ракеты стреляют на нашу территорию, падают, что воевать начали, что ли, с нами? Не будет, мы все равно победим. Я раскритиковал этих космонавтов, не космонавтов, а руководителей ракетчиков космодрома. Вот, смотрел, приехал, через 3-4 дня, приехал представитель этого космодрома и приехал представитель командующей. Значит, ну, приехал, им дали задание, что жить на месте, сетейским, потом их там скритиковал. И мы действительно после этого критики стали друзьями». После этого ракетный дождь на территории региона быстро закончился. А на каждом новом запуске ракет Тихон Сидейский стал желанным гостем. «Был на запуск три раза. Интереснейшее мероприятие. Это, знаете, стоящий, где-то земля, атмосфера ломается. Меня только спрашивают, Тихона, ты тебе ближе или дальше? Я говорю, мы можем ближе к этому критике». Лучшим другом Тихона Ивановича долгие годы был космонавт Герман Титов, который подарил ему бесценный подарок – «Книгу «Голубая моя планета» со своим автографом. Несмотря на многочисленных звёздных друзей и внушительную карьеру комсомольского и партийного лидера, председателя Ненинского окружного исполнительного комитета народных депутатов, который он возглавлял с 1970-й по 1985-е годы, для многих он оставался земным и добродушным человеком. «Мы с ним работали в окружками комсомола шесть лет вместе. Я благодарна ему. Я тогда была моложе, молодая. И хочу сказать, что сколько он нас научил. Мы побывали почти во всех приёмных пунктах нашего округа. Направляли работу комсомольских организаций. Не только работали в этом плане, но и всегда готовили художественные номера. В любом село мы просто без чего не ездили. И вот я так благодарна Тихону Ивановичу, насколько много он положил сил, насколько он сделал полезного для нашего города, для нашего округа». Тихон Иванович был не только грамотным руководителем, что подтверждает многочисленные медали и бесчисленные грамоты от высшего руководства страны СССР и РСФСР, но и человеком творческим и большим жизнелюбом. А иначе как объяснить, что сын Тихона Сидейского Андрей – человек исключительно музыкального слуха, а внук Илья – известный молодой художник. «Поэтому, конечно, для меня самое главное в богатстве, самое главное, что есть в моей жизни – это семья моя. Вот это жена Рея Петровна, дочка, сын, два внука. Растёт семья, появляются новые дети, внуки, правнуки». Тихон Иванович Сидейский скончался сегодня ночью на 88-м году жизни. Любовь Пермякова, Владислав Нускин, Телеканал «Север». Сидейский скончался сегодня ночью на 80-м году жизни.